Друзья, всем привет! Сейчас поговорим об ударе по Днепру этой ночью межконтинентальной баллистической ракетой «Рубеж» или чем-то другим, что это было и как Захаровой прямо во время брифинга в МИДе звонят и отдают команды, как комментировать. Ядерный шантаж Путина выходит на другой уровень, сейчас обо всем об этом поговорим, не забудьте подписаться на канал, обязательно жмите лайк, палец вверх, комментируйте то, что я сейчас вам расскажу. Итак, этой ночью под Днепру прилетело что-то новое, то есть был ли это, была ли это ракета, межконтинентальная баллистическая ракета «Рубеж», как об этом пишут некоторые, или какая-то другая ракета, мы узнаем в ближайшее время. Выглядит это действительно впечатляюще, посмотрите. Как вы видите, боевая часть разделилась на 6 блоков, посмотрите еще одно видео. В общем, это может быть межконтинентальная баллистическая ракета, которая в конце разделяется на блоки, которые для того, чтобы усложнить возможный их перехват, увеличить зону поражения и так далее. Время подлета ракеты запущена, она была с полигона Капустин-Яр Астраханской области, вот карта, посмотрите. Время подлета составило менее 5 минут, конечно, быстро. В Украине нечем перехватывать такие ракеты, в принципе, есть единственный комплекс в мире, ТААТ американский, который может такое перехватить. Стоит такой комплекс 3 миллиарда долларов, даже в США их не так много. В общем, сосредоточены в основном, ну, собственно, США и Ближний Восток. Что это была за ракета? Ну, вот мы говорим, может быть, это был рубеж, облегченный ЯРС, ну, понятно, без ядерной боеголовки, но все равно, как вы видите, мощная ее масса 50 тонн. В общем, это, безусловно, мощная ракета. Кстати, возможно, если это была межконтинентальная баллистическая ракета, по договоренностям между странами, которые обладают такими ракетами, они обязаны предупреждать о их пусках, об испытаниях или пусках, испытывают они по Украине, подонки. Да, так, возможно, именно поэтому закрывалось посольство США на вчерашний день, потому что их проинформировали в соответствии с теми договоренностями, которые есть между США и Россией. Ну, второй вариант, что просто разведка узнала и поэтому оба варианта имеют право на жизнь. Ну, есть вариант, что это и не рубеж. Вот тут уже играется вот этот файтер-бомбер и прочие из этих военкор играется, мол, то рубеж, то не рубеж, ну, что-то новое, в общем, бойтесь. Ну, это такая компания запугивания, которая ведется. Интересный, очень курьезный и очень показательный момент произошел сегодня на брифинге в МИДе. Сюда вышла пресс-алкаше Захарова, значит, вышла, и прямо во время брифинга и позвонили, и сказали, удар по Южмашу межконтинентальной баллистической ракетой не комментировать. Послушайте. Спасибо большое. Портал Ньюсру. Да. Алло. Маши? Да, у меня брифинг. Я по Южмашу удар по баллистическими ракетами, о чем вы не стали говорить, не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. После она уже, значит, рассказывает, прямо во время брифинга берет телефон, конечно. Но начал рассказывать, что они передано спрашивали экспертов, ей довели информацию. Ну, в общем, МИД не комментирует. Ну, это мы видим, что не комментирует. Скоро мы узнаем точно, что это было. В любом случае, суть одна. Путин как бы отвечает на удары вглубь российской территории, поднимает ставки. Что бы это ни было, похоже, к этому можно приделать ядерную боеголовку, поэтому можно назвать это имитацией ядерного удара. Фактически, Путин совершил имитацию ядерного удара по Украине. Как такое, знаете, первое, условно, какое-то предупреждение. Плюс это все в момент, когда, если мы посмотрели мое прошлое видео, обязательно посмотрите. Явно пошел разговор о переговорах и даже уже формируются позиции. Россия пытается зайти в эти переговоры с позицией силы. Вот, собственно говоря, друзья, что происходит. Подписывайтесь на канал. Держим строй. Несмотря даже на возможные межконтинентальные баллистические ракеты. Кстати, межконтинентальных баллистических ракет у России, по данным Defense Express, 521. Но это не учитывает рубеж. Но был ли это рубеж, вопрос. Накопили за 20 лет. Они много их. Тут тоже не откажешь. Когда это все прекратится, этот вопрос, наверное, многие себе задают. Я тоже. Пока же ясно одно, что Путин и российское население будут делать все, возможно, для того, чтобы уничтожить Украину и украинцев. Причем всех. И будет это продолжаться, судя по всему, как минимум до того момента, пока не сдохнет Путин. И вот на этом нужно акцентировать внимание. Почему? Потому что, ну, раз мы понимаем, где открывается окно возможностей, то работать нужно именно над этим. Ну, чтобы Путин сдох. Ну, в смысле, не так. Ждать, когда это произойдет по физиологическим причинам, ну, у нас как минимум нет времени. Да, Владимир Путин, российский царь, вчера показал свой боярышник, что там, а, орешник. За боярышник у него отвечают другие люди. Я внимательно послушал его выступление. Причем несколько раз. Мне не стыдно об этом сказать. Почему? Потому что есть смысловая часть, мы разберем, почему бы нам ее не разобрать. Тем более, там большое количество, как принято в дипломатии сигналов, они не для нас, а для наших западных партнеров. Так что обязательно разберем. Но меня больше всего удивило и впечатлило, если честно, его вот этот голос, моторика и вот это вот нервное состояние. Ну, видно, что он находится в каком-то колоссальном, в эмоционально-физиологическом возбуждении. И при этом вот мое впечатление, что да, он на грани срыва или в ядерную войну, или в полное какое-то безумие. Но, по-моему, все-таки он демонстрирует желание жить. И это желание вроде как очевидно, но вот он хочет, чтобы все остальные вокруг него были мертвы. Поэтому, если вернуться к теме, чтобы он сдох, это в интересах всех. Причем и россиян в том числе, хотя, опять же, российская пропаганда, но просто воспрянула. Они все-таки ручки потирают, говорят, вот наконец-то дед сделал что-то такое, что всех заставило задуматься, испугаться. Ну, думать и бояться на войне, это вообще не стыдно, а думать в принципе полезно. Так вот, пропаганда ликует, мол, дед показал орехи. Ну, или орешник в данном случае. Но к чему приведет карибская вот эта вот история? Ведь это стопроцентная аналогия. В прошлый раз Советский Союз, ну, то есть, то, что они считают, что они похожи на ту далекую страну, с частью которой мы тогда были, тогда они дали заднюю. Вот вопрос, Путин даст заднюю или нет, это уже терминология Маргариты Симоньян. Я надеюсь на то, что западные политики, как сказали в Пентагоне, продолжат оказывать Украине военную поддержку. И тут вопрос не просто военной поддержки, а в номенклатуре этой военной поддержки. Значит, какие цели заявления Владимира Путина? Ну, в первую очередь поднять ставки и сказать, что в следующий раз ядерная бомба прилетит по вам. Ну, чтобы все испугались. И, внимание, цель Орешника и заявлений Владимира Путина две. Он же не просто так в бункере сидит много времени. Он из-за этого стола последний раз делал заявление, когда начинал полномасштабное вторжение в Украину. Тот же стол, тот же стул, надеюсь, тот же гак, то есть крючок, на который в случае чего кое-что можно повесить. Ну, вы понимаете, на что я намекаю. Так вот, будем исходить из того, что из чувства самосохранения военная поддержка, независимо от того, что там и кто там, кого избирает на Западе, она будет увеличена. Еще раз, из чувства самосохранения. Потому что Владимир Путин грозит исключительно Западу. Да, убивают нас и грозят Западу. Вот такой вот он странный человек. Хотя, нет, не людь. Именно так. Из заявления Владимира Путина мы узнали, что американские ракеты и английские, они высокоэффективны. Он подтвердил удар по складам боеприпасов в Брянской области и подтвердил поражение, соответственно, командного пункта, где прятались северокорейские генералы. Естественно, там было сказано, что потерь нет. Но давайте это пропустим мимо. Тут вопрос в чем? Что Владимир Путин тут четко зафиксировал, что он прекрасно понимает, где находится Российская Федерация и где она заканчивается, что самое важное. 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетными атаками с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Шторм Шедоу производства Великобритании и Химорс производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. Враг знает, где заканчивается Российская Федерация. Значит, все эти ракеты и Шторм Шедоу, и, соответственно, атакам и не только они неоднократно использовались по оккупированным территориям, которые Россия вообще-то называет своими. Чисто, если так, с точки зрения буквоеда, Брянск от Крыма ничем не отличается с точки зрения российского закона. Но Путин прекрасно знает, что разница колоссальна. Он прекрасно понимает, что это не его. Мы фиксируем это и подписываемся на мой YouTube-канал. Далее, важный аспект, и опять же, привет нашим западным друзьям, теперь это глобальный конфликт. Кто бы мог подумать, специальная военная операция пришла к законному продолжению. Глобальное противостояние. Ну, прям мировая война. Он там, конечно, сказал, что они орешник использовали в качестве ответной меры. Так вот, хочется сказать, если кто-то на каком-то этапе назовет события, которые сейчас происходят мировой войной, так вот, мировая война началась, внимание, 20 февраля 2014 года, когда Путин первый раз подвинул границы в сторону НАТО. Так, на секундочку. Как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. То есть, Карибский кризис 2-0 или 3-0, кому как угодно. Мол, мы поднимаем ставки до такого уровня, что дальше ядерная война или все идут на взаимные уступки. В понимании Путина Запад должен отдать Украину на растерзание в полном объеме, чтобы он здесь устроил геноцид, очередной голодомор, чтобы тут перевешать, пережечь всех, а выживших отправить строить прекрасную Россию будущего где-то в районе Уральских гор. Тут все просто и очевидно. Самое еще смешное, друзья, что Ким Чин Ин, глава Северной Кореи, глава КНДР, заявил об опасности термоядерной войны. Если Ким Чин Ин не кричит, ура, наконец-то, русские молодец, русские молодцы, круто получилось, Путин молодец. Да, ну, какую реакцию мы ждем от Ким Чин Ин? Собственно, какой-то такой человек, который постоянно сам запускает в разные стороны ракеты, говорит об опасности термоядерной войны. Это все в рамках борьбы за мир. Даже Ким Чин Ин уже предупреждает о том, что ребята, пора останавливаться и каким-то образом договариваться. И как они наслаждаются вот этой вот мыслью, что они такие плохиши, угрожают всем смертью, что им никто ничего не может сделать. А вот вопрос, может ли или не может? Может на самом-то деле. Ну, вернемся к заявлению Владимира Путина. Значит, корейский, корейский, почему, может быть, я не оговорился, корейско-карибский кризис развивается, и Владимир Путин тут грозит всем карами небесными. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Чисто манничелла Чикатило. Орешник. Такой просто радостный. Думают, что на «Орешнике» он непосредственно полетит в рай. Значит, я не знаю, какой ущерб нанесен по Днепру. Тут информация вся засекречена по этому поводу. Остается фактом, что они, видите, называют нас полигоном. Как быстро, да? От братского народа, на звук сразу стреляем, до полигона. Но объективно никто же ничего не скрывает в части того, что они хотят уничтожить всех. Абсолютно всех. Ну, как будто бы мы стали, с одной стороны, ближе к прямому противостоянию и тому самому моменту, когда, да, палец будет занесен над кнопкой. А с другой стороны, может быть, как раз благодаря этому или из-за этого мы, наконец, остановимся и задумаемся, а что может быть дальше. Это вот главный вопрос, который возникает. Та риторика, которая прозвучала сразу после, ну, то есть, вот выступил Путин, после этого последовали комментарии со стороны представителей Белого дома. Карин Жан-Пьер там сделала свое заявление. Еще представители некоторых стран успели прокомментировать каким-то образом произошедшее. Пока хорохорятся, но говорят, ну, это ничего не меняет. Наша политика по поддержке Украины нисколько не изменится, сказала, например, Карин. Этот конфликт не остановится. Не остановится, пока джентльмены не занесут свои пальцы над вот той самой красной кнопкой. Только в момент занесения пальца, возможно, придет какое-то осознание, что пора остановиться. Вот пока палец не занесли, но мы все ближе и ближе к этому моменту. Уже вот совсем рядом. Задача Кремля, она здесь очевидна. Как минимум добиться того, чтобы больше по российской территории не наносились удары, соответственно, западным вооружением, дальнобойным и ракетным. Я не исключаю, что наши западные друзья здесь возьмут тайм-аут. Тут вопрос в другом. Дело в том, что российских жирных целей на оккупированных территориях достаточно. И мне неизвестно, чтобы мы как-то очень и очень активно использовали западные ракеты. Те же Storm Shadow или атакам с врагом на территории Украины. Бывают случаи, но крайне редко это происходит. Я просто к тому, что если уж они сделают паузу, то давайте тогда сконцентрируемся на том, чтобы убить всех российских захватчиков на украинской земле. Которые, между прочим, продолжают наступление. Но возвращаемся к Путину. У него тут слова. Меня на самом деле что особо так поразило? Он считает, что некоторые страны планируют ввести свои воинские контингенты на территорию Украины. И об этом он говорит. Я не думаю, что эта фраза, она как-то прошла в основном незамеченно. Потому что все как-то обсуждают Орешник. А тут речь идет о непосредственном военном участии стран Запада. И это, мне кажется, важно. Он случайно не сказал бы об этом. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. То есть это угроза непосредственно Соединенным Штатам, Франции и Великобритании. Вот о чем он говорит. Что если вы будете это продолжать, мы бахнем по вам. Нового тут особо ничего нет, но обычно за такую терминологию в Кремле отвечают Дмитрий Медведев, ну и другие посипаки, то есть товарищи рангом пониже. Теперь об этом сказал непосредственно Владимир Путин. Но тут вопрос о военной помощи и военных контингентов, он тоже, как я уже сказал, был затронут. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. И это он говорит в ситуации, когда в публичном пространстве эта мысль практически не витает. Ну вот несколько месяцев назад Эммануэль Макрон говорил, что в случае чего мы отправим свою армию на помощь Украине. Ну как-то воодушевление эти слова не нашли. А тут вот Владимир Путин что-то знает. Если все будет идти по вот этой вот, как они называют, спирали эскалации, какое отвратительное слово, то присутствие западных военных на территории Украины, это будет не помощь Украине, это будет спасение себя в первую очередь. Ну вот с точки зрения ведения войны, мне кажется, это вполне очевидно. То есть Владимир Путин сказал так, что мы готовы жахнуть. Но приправлено это все гуманистическими заявлениями, да, не ржать. Что в случае чего они обязательно всех предупредят, что будут убивать. Ну вот прям как последние, ну уже практически сколько, три года, да. Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как Орешник, на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Без опасения. Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Что-то подобное он говорил и про кинжалы, а потом выяснилось, что это всего лишь вот эти вот щеконадувания и понтометания Владимиром Путиным. Мне вот неизвестно, например, какие комплексы ПВО защищают Днепр. Возможно, там и не было патриотов. Я не знаю, вот правда. И я знаю, у кого спросить, но спрашивать не буду. По понятным причинам это как раз вопрос, который он не предполагает публичного обсуждения. Но, значит, в следующий раз, когда они будут лупить этой ракетой, то они нас предупредят. Не знаю, вот в Суму прилетели сегодня ударные дроны, убили людей, ранили людей. И что? Разница в чем? В масштабе разрушений? Ну, так вот, просто я почему считаю, что они подлюки? Значит, если они каждый день забирают жизни с помощью шахедов и других ракетных систем, то это типа не эскалация. Так можно. А вот с орешником это что-то особое. Что за орешник, кстати? Они могли придумать это название вот прям непосредственно перед записью. Ну, чтобы показать, что у ВВХ есть орехи политические. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Тогда возникает вопрос, чего накануне Мария Захарова так возмущалась развовертыванием противоракетных систем Соединенных Штатов в Польше. Раз они не перехватывают, так заткнитесь просто и натирайте этим солидолом свои долбанные ракеты. Ну, нет. Оказывается, тут какие-то у них сомнения по этому поводу. Они перехватывают, не перехватывают. Тут только война показывает. Просто я к тому, что если вот условно орехи Путина, кстати, желательно без него, летят в сторону Запада, то они почему-то считают, что в Россию ничего не полетит. Вот это вот, мне кажется, большое заблуждение. Но почему они это все так строят в рамках своей медийной кампании, медийной и военной, но вот мол, что они не моргнут. Пока ясно одно, что северокорейский генерал, которого забаранили в Курской области, он уже не моргнет. Так и будет лежать с открытыми глазами. А именно США разрушили систему международной безопасности. И продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет. Как завещал Владимир Ленин, который придумал Украину, а Ленину, естественно, подсказывали Рюриковичи. Ставки повышаются. Это ясно. Это понятно. Но для нас это ничего не меняет. Надо выжить, надо сохранить свою страну. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. И Украина была, есть и будет. До зустыщи. Люди в шоке. В Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы Минобороны. Об этом сообщает политика. Так вот. О новом или потенциальном новом главе Пентагона я вчера услышал совсем в другой компании. Компания была преимущественно женская. И когда речь зашла о Пите Хексите, то почему-то прекрасная часть общества делала какие-то странные звуки. Ну, что-то типа хо-хо. Ничего себе. Ну, и предлагали мне посмотреть на его фигуру. Я посмотрел и на фигуру, и посмотрел на его возраст. И что вам хочу сказать. Питу Хекситу 44 года. Точно так же, как и мне. И я надеюсь, что я вам так же нравлюсь, как украинским девушкам, потенциальный новый министр обороны. Мы будем говорить, конечно же, о кадровых назначениях. Я вам скажу один очень важный аспект, который касается того, что значит, если Трамп назначает на ключевые должности людей, которые голосовали против выделения финансовой помощи Украине. Если кто-то думает, что эти люди не любят нашу страну, вы заблуждаетесь. Там совсем дело в другом, и эта позиция может измениться. Поэтому не может измениться, а изменится. Я вам скажу, от чего это зависит. Поэтому досмотрите это видео до конца. Но начать нужно все-таки немножечко с другого. Потому что назначения за океаном очень внимательно все анализируют. Мы анализируем. И российские нацисты тоже анализируют. Но вот пока они анализируют, произошло то, что просто на самом-то деле говорит о том, что было бы желание у западного мира, то нашли бы способ додавить кремлевскую гадину. Вот правда. Потому что в прямом эфире была вывалена страшная военная тайна о положении дел в российской армии. И сделано это было непосредственно на встрече Карен Георгиевича Шахназарова. Это один из ртов Путина. Соответственно, со своим хозяином. Ну, в смысле, с Путиным. Ну, мы больше его знаем как ВВХ. Разбираемся. Кстати, в 23-м году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на антифинической базе. Когда я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти машины. Ну, вот такие вот у нас итоги. Более-менее такие, вкратце. Гордимся. Мосфильм. Спасибо. Действительно, остается надеяться исключительно на Мосфильм. Путин немножко какой-то потерянный. Он же понимает, что ему только что кое-чем поводили по губам. И не только по губам. И по тому месту, на котором он сидит. Ну, ладно. Никаких вот этих вот скабрезных намеков. Вопрос в чем? Значит, если Министерство обороны настолько обветшало Российской Федерации, что ему нужен этот реквизит, который используется в кино, ну, значит, это полное «же». Вот в прямом смысле этого слова. Да, выяснилось, что у Карена был целый, ну, практически танковый батальон неполной комплекции. И он отдал его в армию. А почему отдал? Почему Министерство обороны заявило о том, что есть потребность? Да потому, что все сожгли к той вот матери и оккупантов, и, соответственно, их технику. Сейчас Путин делает вид, что у него все хорошо, что у них все хорошо с ресурсами и хорошо с людьми. С людьми ситуация следующая. В армию они сейчас действительно набирают. У них с этим проблем не будет, потому что они еще раз увеличили выплаты. Например, Нижний Новгород, и не только Нижний Новгород, они теперь платят 3 миллиона рублей за подписание контракта. Но есть и другие регионы, где эта сумма увеличена. Для чего это делает Путин? Для того, чтобы заменить людьми танки. Вот, собственно, и все. Поэтому тут этот факт нужно всегда учитывать и запрашивать у союзников все больше и больше кассетных боеприпасов. Ну и в этом плане дроны, это, конечно, колоссальное подспорье. Я когда-то говорил и повторюсь, почему нужно поддерживать все сборы волонтерские в части дронов. Если бы не это новое современное оружие, которое было разработано и внедрено в ходе этой войны, я не знаю, где была бы линия фронта сейчас. Но там она сейчас, она там, где она есть. И все нюансы мы прекрасно знаем. И там, и на Харьковское направление, в части Купинска, там несколько смертников доехало. Их, конечно, забаранили, я имею в виду, на окраину Купинска. Вопрос в другом. Если они доехали, это звоночек так себе. С другой стороны, сами россияне тут подвывают на тему, как они умирают в Курской области. И вот эти вот возгласы, что 810-я бригада морской пехоты истекает кровью и умирает. Ну, это, соответственно, российский блогер Калашников написал. Он в данном случае, знаете, в чем интересен? Не блогер, а этот контингент или это подразделение, 810-я бригада. Потому что это же севастопольская. То есть, еще раз, вот особенность нацистского режима, что в первую очередь, в самую же, они отправляют людей с украинской земли. Ну, чтобы украинцы перебили друг друга. Там, в 810-й бригаде, не все так однозначно, как говорится. Там не все наши соотечественники. Может быть, их даже подавляющее меньшинство, но тренд именно такой. Поэтому 810-ю бригаду Путин на растерзание отдал не случайно. У нас какой момент? Мы можем согласиться вот на эти дурацкие переговоры только в одном случае. Если у нас исчерпан вообще ресурс. Ну, как мы понимаем, что у нас очень сильно далеко не исчерпан. А согласиться при таком ресурсе на эти переговоры, это значит определенную позицию сделать, так сказать, очень сильно уязвим. На Мосфильме ресурсы исчерпаны точно. Шахназара уже врать Путину не будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Да, тема переговоров, она звучит везде. И на болотах, и, соответственно, мы об этом обсуждаем. И западная пресса об этом пишет. Кто будет обеспечивать эти переговоры? Ну, уже ясно, что это будет делать новая администрация Белого дома. То есть, очевидно, после января. Когда Дональд Трамп, соответственно, переедет в Белый кабинет. Пока он не переехал, давайте-ка по кадрам немножечко поработаем в новой администрации. Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что конгрессмен из Флориды Мэтт Геттс номинирован на должность генерального прокурора США. Он известен выступлениями против Украины. Против помощи Украины. Против военной помощи Украине. В этом же списке надо обязательно упомянуть о том, что Трамп хочет назначить директором национальной разведки бывшего офицера резервов американской армии Тулси Габбард. Тулси прекрасная женщина. Она тоже была против военной помощи Украине. И требовала закрыть лаборатории украинские. Потому что они угрожали, соответственно, американским интересам. Я что могу тут сказать? Что Тулси, очевидно, невнимательно читала вот эти вот выдержки из пропагандистских российских тезисов. Потому что эти лаборатории, они американские. И она, как директор национальной разведки, соответственно, точно получит качественную информацию. А есть ли эти лаборатории, и если они есть, то чьи? Россияне ищут эти лаборатории, ну, уже сколько? Два с половиной года, почти три года бомбят Украину. Все хотят разбомбить центр производства малярийных комаров. Но ничего по этому поводу не получается. И людей таких, которые голосовали против выделения финансовой помощи Украине, то есть оружейного пакета, по сути, бабла, которая отправлялась бы с американского бюджета на американские заводы, а оружие отправлялось в Украину, таких людей достаточно много. И многие опечалены этим планом Трампа назначить таких людей. А я утверждаю, что грустить по этому поводу не надо. Объясняю, что это значит. Если кто-то думает, что Тулси, Геббард или, допустим, тот же Мэтт Гец, потенциальный новый генпрокурор, вот они такие украинофобы. Нет. Это значит совсем другое. Как раз эти назначения говорят о том, что он назначает своих людей. То есть тем, кому он или полностью доверяет, или частично доверяет. Ну, в общем, людям из его близкого круга. Ну, так формируются все администрации. И вот эта вот история про то, что они блокировали, не голосовали за военную помощь Украине. Это не про Украину. Это такой был тест, ну, то, что называется тест на преданность Дональду Трампу. Теперь, если мы выяснили, что эти люди преданы Дональду Трампу, то что это дает нам? Внимание об этом очень четко говорит вероятный советник по национальной безопасности Майк Олтс в будущей администрации. То есть это типа Селливан только в команде Дональда Трампа. Он говорит, значит, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решений Трампа. И вроде бы это очевидная история, но в контексте того, что назначены на ключевые должности масса народа, которые голосовали против военной помощи, что это значит? Читаем еще раз. Это зависит не от меня, говорит будущий или номинант на должность советника президента по национальной безопасности – это решение президента. А если это президентское решение, в данном случае Дональда Трампа, то говорит это о том, что нужно с новой администрацией Дональда Трампа работать. Как мы работали и продолжаем работать с администрацией Джозефа Байдена. Тут все просто и понятно. Как и понятно, что вот эта турбулентность послевыборная, она будет продолжаться. Так, американское государство устроено, что в случае смены президента у них происходит что-то типа кадровой революции. Масса народа заезжает на очень высокие должности. И в этом, наверное, и сила Соединенных Штатов, что идет такое постоянное обновление кадров. Никто не сидит по 20 лет, как кремлевские дедушки. И если хотите сравнение с Украиной, в 19-м году у нас было что-то подобное. Когда действительно на все ключевые должности заехали абсолютно новые люди. Теперь внимание, что думают такие персонажи а-ля Лавров. То есть это ближний круг диктатора. Ну, как мы уже выяснили, опозоренного диктатора, опозоренного Владимира Путина. Потому что, ну, так его подколоть никто не мог, кроме Шахназарова. Когда он говорит, что телестудия, киностудия передала танки. То есть реквизит. То есть ВВХ до определенного уровня довоевался. И тут внимание. Вот Лавров, он, конечно, гад, негодяй и военный преступник. Но он не дурак. И это нужно просто признать и просто зафиксировать. Я его знаю лично. Ну, не об этом сейчас речь. Нацист, да. Негодяй, да. Военный преступник тоже, да. В комментариях можете написать любые описания в отношении, или определения в отношении этого человека. Кто-то может просто написать. Конь он, да и все. Но суть от этого не меняет. От того, что он не дурак. И этот конь не дурак, что он говорит? И задача сдерживания Китая выдвинута сейчас еще администрацией Байдена. Я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа. Она для них главная. Мы сейчас вот угроза вот сегодняшнего дня. Нельзя допустить, чтобы Россия доказала, что она сильный игрок. Вот, вот, вот. А это уже основание сделать тот вывод, который я давно здесь сделал. И давно с вами им поделился. Когда я говорил, что внешняя политика Соединенных Штатов принципиально не поменяется по Украине. Да, Россия временная угроза. Мне кажется, нужно с этой угрозой разобраться. И способы по этому поводу есть. И Лавров тоже вслух говорит, что не будет такого, что вот сейчас Трамп придет и отдаст Украину фашистской России. Потому что это не в национальных интересах Соединенных Штатов и не в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Я вам и говорил, и повторюсь. Интересы США и Украины, они практически идентичны в данной войне. В чем различие, значит, американцам по большому счету все равно, с какой стороны останется, ну, условный Покровск или условный, условный, условная Суджа. Они все-таки дальше и на эту ситуацию смотрят в таких, более в обобщенных формах. Для нас важность, конечно же, она очевидна. И чтобы она подорвала репутацию Запада. Им на Украину наплевать. Репутации Запада. Подорвать репутацию Запада можно. Репутация отчасти подорвана. Потому что военно-технические решения принимались с достаточно большим опожданием. Но принимались. И я вот не думаю, что Дональд Трамп захочет подорвать репутацию Запада, то есть Соединенных Штатов. Ну, как бы, просто очевидная вещь. Тут кто-то вдруг посмел возражать. Россия, да, ну ничего, большая страна, но надо ее поставить на место. Вот о чем речь идет. А совсем не о судьбе украинского народа. Их народ не интересует. Вот Зеленский сейчас уже понимает, что на народ им наплевать, уже предложил в своем, так называемом, плане победы, чтобы Запад забрал все природные богатства Украины и владел ими. А Украина будет отправлять полицейских, военнослужащих, чтобы они обеспечивали порядок в Европе. Потому что американцам уже надоело. Это вообще прекрасная тема. Значит, он тут еще сейчас обязательно расскажет про русскоязычных, которым мешают разговаривать на русском языке. Если кто-то им мешает, то в основном там российские авиабомбы, которые русскоязычных отправляют в рай или ад, ну в зависимости от того, как они нажили. Но факт остается фактом. Значит, что он тут говорит? В плане победы президента Украины, значит, действительно есть два пункта, адресованные непосредственно Дональду Трампу. Вопрос о совместной разработке недр, это тоже очевидно. Лучше разрабатывать свои недры с американцами, которые принесут и технологии, и, соответственно, построят производство и заработают над этим. Это тоже понятно. Это в миллион раз лучше, чем если эта территория просто будет захвачена российскими Пи, Лавровым и его командой. Ну, то есть, Путином и его командой, и все. То есть, понятно. А вот эта опция насчет, как сказал Лавров, ну вот видно, что человек непорядочный, умный, но непорядочный. Как он передергивает? Лучше тут передергивать затворную раму, конечно, при встрече с Сергеем Викторовичем, чтобы он так не врал откровенно. Он говорит, что Украина хочет исполнять полицейские функции в Европе. Ну, Зеленский же нравится он вам или нет. Он же другое предлагал. Он говорил американцам, раз вы устали содержать свои воинские контингенты в Европе, то мы можем вас заменить. Что армия у нас после, как тут обращение к американцам, вы же все равно оружие нам не даете для того, чтобы мы освободили Крым. А армия у нас всегда будет в боевой готовности. Это тоже очевидно, даже если, если, тут миллион, если фронт будет заморожен на какое-то время. Это вот, ну, понятно. А он говорит, что украинская армия будет полицейским. Не военную миссию выполнить, а полицейскую. Ну, это, знаете, как путать примерно Марию Захарову и Лаврова. Хотя тут большой разницы все-таки нет. Разница между военными функциями полицейскими, она больше. Оставить там какое-то, как имеется в виду, оставить какое-то количество американцев, а потом вот эти вот гауляйтеры, старосты по типу того, что было во время Великой Отечественной Второй мировой войны, они будут выполнять грязную работу и сдерживать протесты, подавлять тех, кто захочет руководствоваться не брюссельской неолиберальной диктаторской догмой, а поиском национальных интересов. Может быть, он стареет, может быть, он устал врать, может, он просто негодяй. Все может быть, кроме того, что ясно, что он нацист. Напоминаю всем. Как часто американские военные, размещенные в Европе, принимали участие в подавлении протестов? Никогда. Почему? Потому что это не их функция. Их функция ездить на танках, летать на самолетах и в случае чего правильно ввести координаты Кремля и резиденции Путина для того, чтобы нанести ракетно-бомбовый удар по российским фашистам. Вот и все. Ну, ничего. То есть, мы просто этого товарища, как всегда, мы разобрали на запчасти. Конь, разобранный на части. Звать его Сергей Лавров. Ну, и шмара Маша где-то рядом. Продолжаем. Почему он негодяй, но не тупой, все понимает? Если сегодня к власти пришел Трамп, в январе этого года вы упомянули, что это не повлияет на политику США на Украине. Вот вы остаетесь при этом мнением? Или все-таки учитываем то, что сейчас происходит назначение в администрации президента Трампа, там звучат те кандидатуры и те фамилии, которые не раз упоминали об усталости от Украины, о том, что необходимо прекратить тратить деньги на Украину. Ну, вплоть до того, что Трамп говорил о том, что можно и выходить из НАТО. От него и такие звучали сообщения. Как вы оцениваете перспективы урегулированной ситуации украинского вопроса с приходом администрации Трампа сейчас? Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским делам не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском, естественно, в самом натовском пространстве. А что это значит на практике? Что американское влияние, оно никуда не денется. А чтобы это американское влияние сохранилось во время войны, нужно что? Оружие. Оружие и деньги. Поэтому мы тут должны зафиксировать, что да, Сергей Лавров, он все-таки конь. Хотите покататься на пони? Некоторые предлагают. А у Вас прям какие-то розовые пони. Никаких не пони, абсолютно все логичные, трезвые пони. Ну розовые. Логичные, трезвые, розовые пони. Хватит, хватит, не отвлекайтесь. Понимаешь, у Вас это всегда... Залезайте на пони, Геворг. Залезаю. Значит, смотрите. Если Вы не против, я не буду уточнять, что ведущие вот этой вот говной программы Ваня имеют в виду под фразой «залезайте на пони», розовое или голубое пони. У них там отдельное кино по этому поводу, но они в случае чего категорически против. Сами любят кататься. Вот там Лаврова приглашают покатать на розовом пони. То есть, мы делаем предварительный вывод, что Америка из Европы не уйдет, военная помощь Украине будет оказана, кадровое назначение, мы про это уже проговорили. Тут есть одно важное обстоятельство, важный нюанс. Но это что-то взять и серпом по яйцам Владимиру Путину. Что имеется в виду? Вот почему так получается, что политика России в Европе по отношению к соседям, она настолько идиотична. Ну, кто-то скажет, потому что розовая Япония в Кремле, ну, в смысле, тупой Владимир Путин. Но по факту все эти кризисные явления, которые происходят на этом пространстве, Евразия, Европа, Азия, это же все будируются непосредственно мудрой политикой Владимира Ха. Значит, давайте так, для того, чтобы США, последовательно, для того, чтобы США прекратила интересоваться постсоветским пространством и отдала бы постсоветское пространство на откуп России, для этого от политика России в отношении постсоветского пространства должна быть другой. Я неоднократно говорил о том, что инициатива идет не из Вашингтона, а инициатива идет от самого постсоветского пространства. Точно так же, как инициатива шла не из Вашингтона в расширении НАТО. Они просятся к ним, а не Америка их туда затягивает. Вот это вот нужно просто понимать для того, чтобы... Вот если бы вы, Александр Николаевич, извините меня за вульгаризм, не разосрались с нашей этой оппозицией, которая на всякие гранты западные работают... А, конечно же. Подождите, вот я... Почему Норкин вспоминает про западные гранты? Ну, это так, чтобы смягчить ситуацию. Потому что в прямом эсфире, ну, понятно, российский зритель и российское население в рамках этого информационного давления и вещания, он этого не поймет. Но по факту только что взяли, взяли тапок, в котором ходили по конюшне, где живут розовые пони. А розовые пони, они какают настоящим говном. И этот тапок, вот так вот, Владимир Уха по лицу, по лицу, мол, как-то... Наш дорогой царь, ну, ты же сам ведешь политику таким образом, что все бегут от России. И касается это и расширения НАТО на Восток, о чем они там часто возмущаются. Потому что в этих государствах, даже в Венгрии, были люди у власти, которые прекрасно понимали, что если Мишка сейчас немножечко занят собой, там, Кавказом, еще что-то, отстрелом на оппозиции, там, ликвидацией независимых СМИ, это когда-то закончится. И оно закончилось. А страны вступили в Альянс. Почему? Потому что там элиты смотрели наперед. Наши занимались вот этим вот бредом на тему газ и всякое такое. Ага, там народ сообразил. Вот и все. Но ключевой-то момент здесь какой? Мы тоже уже сообразили уровень поддержки вступления Украины в Альянс. Он уже скоро будет 186%. Шутка. Ну, очень-очень подавляющее большинство. И нас тоже научили кровью, правда, и своей, и нашей собственной, о том, что НАТО лучшее. Так это вот то, что мы только что услышали, это приговор внешней политики Владимира Путина. А так оно не работает. Если вы ведете себя как агрессивные упыри, почему как? Ну, и эффект будет такой же. Сейчас, понятно, все еще не определено. Будущее вообще редко определено на все 100%. Но факт остается фактом, что сейчас удастся заморозить конфликт. Я считаю, что это маловероятно, если честно. Но, тем не менее, рано или поздно мы их остановим. И большая часть нашей страны, она водит частью Запада. Поэтому не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами и поддержим нашу армию. Нашу армию с бронесилой Украины. И еще важное обстоятельство. Украина, вы знаете, была, вы знаете, есть. И вы точно знаете, будет. До встречи. На этом видео падение сбитой ракеты на жилой район в Одессе. Вот почему не стоит игнорировать сигналы воздушных тревог. Даже сбитая ракета продолжает представлять опасность. Сбитый Искандер-М упал во двор жилого дома. 10 погибших и 47 раненых. Важно отметить, что воздушные силы Украины открыто признали факт того, что это сбитая ракета, а не прямое попадание. Признание таких фактов повышает доверие, тогда как отрицание, наоборот, подрывает его. И это то, чем отличаются украинские официальные источники от российских. Как вы помните, когда 5 ноября сбитый иранский шахед упал на жилой дом в Белгороде, губернатор Гладков без тени смущения заявил, что это был украинский дрон. Хотя факты свидетельствовали об обратном. Но ответственность за смерть 10 мирных жителей в Одессе в любом случае лежит на России, которая развязала эту захватническую войну. Если бы Россия не напала на Украину, все эти люди, а также сотни тысяч других, были бы живы. Карфаген должен быть разрушен. Мир без России будет лучше. Именно так. Получено украинное разрешение на применение дальнобойных видов вооружения в глубь России. Понятно, что это решение ожидаемо. В Украине его очень долго ждали. На что это может повлиять, как вы считаете? Это будет зависеть от масштаба применения дальнобойного западного оружия по суверенной территории Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что сейчас, опять-таки, по сообщению той же газеты New York Times, речь идет прежде всего о территории Курской области, где происходит сражение между украинскими и российскими войсками, а с недавнего времени еще и с северокорейскими войсками. И, кстати, их присутствие на территории Курской области и Российской Федерации могло стать определенным триггером для Белого дома, позволить бить по этим группировкам западным оружием. Мы должны понимать очень очевидную вещь. Большая часть российских военных арсеналов находится не на оккупированной территории Украины, а, собственно, на территории России, где, по мнению российского военного командования, эти арсеналы находятся в определенной безопасности, потому что именно по ним не разрешается бить дальнобойным оружием. И поэтому, если эти арсеналы находятся практически вне досягаемости украинских вооруженных сил, а затем оружие перевозится на фронт, на тот же Донбасс, то понятно, что Россия имеет определенное преимущество в наступлении, которое мы и наблюдаем в последние недели. Если эти арсеналы, например, будут оничтожены с помощью дальнобойного оружия, если будет нанесен дар по воинским частям Российской Федерации, которые готовятся к участию в операции, так называемой, на территории Донецкой области, то это замедлит российское наступление и вообще может показать Владимиру Путину его бесперспективность. Можно ли назвать это решение переломным со стороны Запада? Потому что вот это очень долгая история переговоров и очень долгое оттягивание разрешения. То есть это перелом в каком-то смысле в политике Запада в отношении Украины? Я не назову это переломом, я назову это логическим продолжением западной политики. За эти почти три года вы уже видите, сколько различных табу было снято по отношению к российско-украинской войне. Я бы это назвал достаточно простым таким вот способом мышления. Запад все время рассчитывает, что Владимир Путин опомнится и поймет, что ему нужно, по крайней мере, заморозить российско-украинскую войну. Вместо этого Путин предпочитает продолжать эту войну, не обращая никакого внимания на Запад. Вот последний такой момент, который показал западным лидерам, что Путин и мысли даже не имеет ни о каких переговорах и ни о каком замораживании войны, это была беседа федерального канцлера Олафа Шольца и президента Владимира Путина, произошедшего буквально на днях. И, как мы помним, во время этой беседы Путин совершенно уверенно повторил все те же условия прекращения военных действий, которые были выдвинуты им в январе-феврале 2022 года, даже ужесточив некоторые из них. И сразу же после разговора с Шольцем была нанесена массированная ракетная атака по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому совершенно очевидно, что Западу просто приходится переходить следующие красные линии, и надеясь, что Путин вот сейчас-то уж поймет, что Запад готов продолжать действовать. И я вполне допускаю, что логика этого продвижения, она не изменится после того, как в январе 2025 года новым президентом Соединенных Штатов окончательно станет Дональд Трамп. По той простой причине, что я уверен, что Владимир Путин и в разговоре с Дональдом Трампом, если этот разговор, в принципе, состоится, будет занимать такую же жесткую и бескомпромиссную позицию, которую он занимал в разговоре с Шольцем. А у Трампа, опять-таки, никаких новых рычагов давления на Путина нет. И ему, опять-таки, если он захочет продолжать переговорное давление, придется переходить через следующие красные линии. И так мы, опять-таки, находимся в процессе того, что называется управлением эскалацией. Но на самом деле любая эскалация, как вы понимаете, рискует в любой момент сорваться в пропасть куда более серьезного конфликта. И это тоже нужно ожидать с точки зрения развития международной ситуации в ближайшие годы. А политика и такая переговорная или псевдопереговорная политика Путина, она понятна, вот эта логика? Для чего нужно говорить с Шольцем и после этого разговора устраивать массированный обстрел? Он же таким образом как раз дает импульс Западу все-таки действовать. Он не сдерживает его таким образом. Вот вы понимаете свою логику? Он говорит не для того, чтобы сдержать Запада, а для того, чтобы показать, что если его изоляция, на которой настаивали западные лидеры с 2022 года, она потерпела поражение, что им приходится с ним разговаривать. Ведь я хотел бы напомнить, что разговор Олафа Шольца и Владимира Путина состоялся по инициативе федерального канцлера. Разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, если он состоится, состоится по инициативе президента Соединенных Штатов. Путин же даже не стал звонить Дональду Трампу и поздравлять его с избранием на пост президента США, таким образом продемонстрировав, что первым, кто должен звонить, то есть находиться в слабой позиции, должен быть Дональд Трамп. Но смотрите, Шольц воздерживался от разговора с Путиным в течение двух лет и позвонил. Президент Соединенных Штатов, действующий, Джозеф Байден, отказался от контактов с Путиным после того, как Путин не прислушался к его предупреждениям относительно нападения на Украину. Теперь, если новый президент Соединенных Штатов позвонит Путину, он, безусловно, будет в слабой позиции, потому что подчеркнет, что сама политика Соединенных Штатов, направленная на изоляцию президента Российской Федерации от контактов с западными лидерами, провалилась. И Путину очень важно, чтобы такие политики, как Дональд Трамп, как Олаф Шольц, выглядели в глазах других слабаками, лузерами. А он выглядел сильным лидером, который уверенно общается и с председателем КНР, и с премьер-министром Индии, и с президентом США, и с федеральным кальцером Германии. Причем, когда речь идет о западных лидерах, по их настоятельной просьбе, он соблаговолит общаться с этими политиками, в то время как с лидерами Китая и Индии он может общаться и по собственной ценности, потому что они правильно себя ведут? До какого уровня он может раскручивать эту эскалацию? То есть, хорошо, сейчас Запад дает разрешение на применение дальнобойных орудий. Если это так, то скоро американские, британские, французские ракеты ударят по объектам на территории России. Путин, даже если упростить до этой его пацанской логики, должен будет что-то с этим делать. То есть, он не может это проглотить. Ему надо сделать следующий шаг. А какой у него инструментарий остается для этого? Ну, кроме ядерного. То есть, это последний козырь, который он держит в руках. Следующий шаг он мог бы сделать, если бы не было смены власти в Соединённых Штатах. Путин, безусловно, сделал бы этот шаг буквально сразу же после ударов по его территории. Но какой мы не знаем. Я предположил бы, например, что это была бы поставка дальнобойных ракет Куситом в Йемене или, например, Хизбалле. Обострение ситуации на Ближнем Востоке. Но поскольку он ожидает Трампа, ему будет важно понять, какую позицию займёт Трамп относительно этого управления эскалацией. И если окажется, что позиция Трампа принудит его к переговорам путём более жёсткого отношения к происходящему, то, безусловно, он сделает такой шаг, понимая, что для Трампа ситуация на Ближнем Востоке является куда более болезненным вопросом, чем для Байдена. Мы знаем, что Трамп всегда старался обеспечить безопасность Израиля и добился на этом поприще значительных успехов в первый свой президентский срок. Поэтому это может быть вот такая история. Совершенно не обязательно Путин должен бить по американской базе в Рамштайне, например. Ему достаточно создать критическую ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы поставить американского президента в сложное положение. Субтитры создавал Донецкой Народной Республики Александр Захарченко сегодня объявил о создании нового государства – Малороссия. Глава ДНР Александр Захарченко сегодня объявил о создании нового государства – Малороссии со столицей в Донецке. Захарченко предложил всем украинским регионам собрать конституционное собрание, чтобы официально учредить новое государство, которое должно стать правоприемницей Украины. Описается моего отношения к Украине как к суверенному государству. Никогда не подвергал сомнению то обстоятельство, что Украина является современным, полноценным, суверенным европейским государством. Александр, здравствуйте. С чего начнут создание Малороссии и есть ли уже реакции от регионов? Здравствуйте. Ну, реакции нет еще. Создание Малороссии началось с заявления о намерении. Это будет действительно независимое суверенное государство, свободное от долгов Майдана. Сейчас надо сдержать хохот. В Аргентине сожгли кокаин, который нашли в одном из зданий российского посольства. Около 400 килограммов наркотика уничтожили в крематории, в присутствии министра безопасности Аргентины и посла нашей страны Дмитрия Феоксистова. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Я напомню, в феврале на территории депмиссии в Аргентине обнаружили крупную партию кокаина. По версии следствия, наркотики принадлежали сотруднику из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Задержано были 6 человек. И власти Украины, и провозглашенные Луганской народной республики. Целый ряд заявлений со стороны главы ДНР Александра Захарченко прозвучало. Вот я прошу послушать фрагмент его заявления. Слава, что Украина в том виде, в котором она сложилась после распада СССР, не подлежит восстановлению. Не подлежит восстановлению. Я думаю, что я их смогу поздравить лет через 7, когда я буду президентом России. Что я могу вас поздравить? Это тот самый идеологический, международный, внешнеполитический перелом, в который еще полтора года назад, как вы помните, многие не хотели верить. Вот. Меня боги и Аллахи выбрали, когда мне было почти 10 лет. Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство. И на месте бывшей Украины, опираясь на историческое предпосылки, учредить государство Малороссия. Потом у нас был Сталин. У меня сталинский характер. Поэтому меня боги и Аллахи выбрали. И мной постоянно занимались. У нас есть все основания говорить, что в этом смысле, конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. В свою очередь, новое название страны с опорой на исторической традиции позволит объединить те части бывшей Украины, которые окажутся разошедшимися навсегда, в том числе и по причине участия в гражданской войне по разные стороны линии фронта. Жизнь моя прошла в угнетении, в унижении специально, потому что тот, кто власти, все не просто так дается. И когда мне было 10 лет, деревню, Чувашскую деревню, которая находится между Ульяновском и Казанью, называлась... Ну ладно, ее назвали, чтобы было не стыдно, откуда их госпожа... Эту деревню назвали Долгий остров. Но это не важно. Важно то, что Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно таким. Мы должны перевернуть страницу истории нашего народа. Перестройку сделал после Брежнева был кто у нас? Ой, после Сталина Брежнев, для того, чтобы страна отдыхала. Но этим не закончилось. Вот, потом перестройку сделал Горбачев. Вот. У Горбачева была Наина. Наина тоже моего мужа будет звать Миша, а я буду как вторая Наина. Но чтобы мне не умереть как Наина, поэтому я отращиваю волосы. Все, спасибо за благодарность. Малороссия – независимое, суверенное государство с новым именем, новым флагом, новой конституцией, новым государственным устройством, новым принципом социально-экономического развития, новыми историческими перспективами. Но это не революция, это возвращение в историю. Это новизна, которая останавливает, а не разрушает. Причем в Луганской Народной Республике сегодня заявили, что не участвовали в принятии такого решения и считают минские соглашения безальтернативными. Чего вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Ну, мы все потомки, да, вот мы слово о полку Игоре Рядаев сторону Ярославна в потере гради на валу. То есть история от Руси, она на самом деле и состоит из нашей диалоги, которую сейчас мы пытаемся сделать. И вот СССР, это вот тот способ, благодаря которому мы на физике можем выстроить необходимые условия, построить себе путь, необходимые условия для того, чтобы войти в Золотой Век. Вот это поворот! Бредовая идея не соответствует действительности. То есть, если утверждение пациента не соответствует действительности, абсолютно точно это доказано, мы уже можем подозревать наличие у него бредового синдрома. Страна, на самом деле, которая называется Украина, она разрушена. Она разрушена войной, она разрушена неумелым руководством самой страны, она разрушена коррупцией, и страна карится, то есть там с 30 с лишним миллионом жителей, которые скоро превратятся просто еще хуже, чем взрослые в Сомали. Ну, как бы украинцы, они не нужны там, их надо уничтожить. Уничтожить их много. По официальным данным, что там около 30 миллионов теперь. Ну, на самом деле, это, скорее всего, их там уже не больше 10 осталось, я так думаю. Может быть, чуть больше. Может быть, около 15, хотя она вряд ли, конечно. Но не имеет значения, это все равно много. Производится буквально следующее, что она распадется. Но распадется она не на какие-то куски, да, там, или большие там части, она распадется на тысячу маленьких княжеств. Ну, не тысячу, он там, больше двух десятков, точно. Ой, дурак! Бредовые идеи не поддаются коррекции, не поддаются критическому осмыслению. Голова разделяется на два полушария. Но это все-таки одна голова. Но уже чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей. То есть, если даже при наличии абсолютно четких аргументов, доказательств, свидетельств того, что утверждение пациента не соответствует действительности, он продолжает настаивать на них, мы уже можем подозревать наличие бреда. Ждем развязки. Я думаю, как старая, знаете, добрая украинская традиция, каждую зиму выходить на Майдан и скакать, потому что в квартирах холодно, а греться как-то надо. Ага, сейчас же Россия не дает. Волье в Розенбасса тоже не поступает. Поэтому мы ждем очередных заморозков, выхода, там несколько десятков тысяч безумных скакунов, которые будут скакать, прыгать на Майдане и кричать, гадь Порошенко, гоньба. 7 миллиардов человек. Ну это примерно, да? Вот это вранье. Значит, нас не больше миллиарда. Ну, возможно, сейчас полтора. Значит, из них белых людей, я не говорю русских, я говорю белых людей, да, около, ну, я последнюю цифру, которую я слышал, было что-то порядка 200 миллионов, это всего. Китайцев, китайцев, их не полтора миллиарда, то же самое, это все вранье, это чушь собачья. Китайцев, ну, миллионов, может быть, 300. Негров еще, наверное, штук 400. Ну и остальных там всяких, ну, кто там, индейцы, там, каких-то какое-то количество, и 200 нас, и все вместе получается примерно какое-то количество. Значит, биороботы, эти, эти, и эти, вообще на 100% биороботы. Ну, там за редким исключением, я имею в виду черные, желтые, красные. Здесь вообще все, кто не белые, я, кстати говоря, представители кавказской национальности, не так же за белых считаю, ну, ну, да, да. И третий бред, бредовая идея, полностью определяет поведение пациента. Я хочу, вот когда-то все боялись, что танки Гиви там будут стоять на берегах Днепра, там, на мосту Паттона. Ну, вы знаете, я хочу стоять с ними там рядом, и, может быть, чуть впереди, может быть, даже чуть сзади, неважно. Но я хочу это увидеть, я хочу вернуться на Хрещатик походить, не знаю, вырубили там свои каштаны или нет, но это хочется. Да? Он же все это сказал, это же были сигналы. Ну, вспомните Великую Честную войну, было 10 миллионов командиров, они же не все дошли до Берлина, правильно? Ну, каждая смерть на кашажочек приближала других командиров, которые выросли, и которые есть, и еще, которые живы, к той цели, чтобы взять Берлин. Я сейчас не говорю Киев. На самом деле, нужно было даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Бритальнюю, всю вот таковую. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живет. Вот зло всей нашей российской, всей нашей судьбы российской, это англосакция. Вот если мы его возьмем, ну, по всем там нашим предсказаниям наступит золотой век России. Мы вернем под контроль ту территорию, которую потеряла Российская империя, плюс заберем свое, которое должны были получить еще начиная с Кунской войны. Основная масса биороботов, она не среди белых, она вот среди вот этих вот. Поэтому у нас, почему именно Россия сейчас является вот этим вот местом, где возрождается Советский Союз? Ведь по большому счету, что такое Советский Союз? Вот было правильно сказано, что вхождение в новую эру, золотой век, там как угодно можно назвать, это кому как нравится, оно вот там в поле, в информационном поле, оно уже есть. Я поэтому говорю, что оно уже есть, оно уже там построено. Это очевидный факт. И думающие люди, ну, не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимаются реальной политикой, ну, просто умные люди, прекрасные понимают, что это фейк. То есть уже оно есть, можно хотеть, не хотеть, вообще никого им вообще не волнует. Да, вселенную не волнует, что кто-то хочет из вас. То есть она вселенная, и ты либо с ней, либо ты против меня, значит, и труп. Если мы говорим о заблуждении, если мы говорим о упрямстве, если мы говорим о нежелании принимать аргументы от какого-то человека в силу, там, эмоциональных неприязней, либо еще чего-то, мы в любом случае видим, что аргументы так или иначе рассматриваются. Мы видим какую-то попытку воспринять или отказаться от восприятия аргументов. Если же мы говорим о бредовом расстройстве, о бреде, аргументы, в принципе, не поступают на этап рассмотрения. Я бы поменял название проспекта Киевского, вот, честно, хочу сказать. Но, с другой стороны, если вы пройдетесь покричать, зачем вы меняете? Да, зато возрастом это направление куда надо идти. То есть Киевский проспект будет прямо на Киев, ну, что же. А так особого желания нет, ну, что, ну, они какие-то беспородные собаки, у них порода пропала. А раз нет породы, нет вот этот дворянской чести этот Костик, ну, сейчас, возвращаясь там к империи, да, то, ну, это, ну, Порозу Батычин, и тогда, в принципе, их место показано. Наш генный код, он, наверное, может быть, почти наверняка является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, он очень устойчивый, и мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть. Мы должны вернуться, потому что Советский Союз, он в своем, даже вот в самом вот, в 90-м году, даже в самом вот этом форшмачном состоянии, в 90-м, когда он уже, ну, умирал, да, уже, можно сказать, лежал там уже там трупы. Хорошо. И сегодняшнюю жизнь, 25-летней давности, вот, да, прожили вот в этом капитализме и так далее, он все равно лучше. Он все равно, вот при всех его вот этих вот, он все равно лучше, чем то, что мы вот видим сейчас. Паранояльный бред характеризуется крайней степенью систематизации. Бредовая идея максимально приближена к реальной обстановке, к реальной действительности. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке. Мы начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Существует огромное количество логических, интуитивных, эмоциональных связей с внешним миром, с реальной обстановкой. Таким образом, если вы слушаете пациента с бредовым паранояльным синдромом, вы, скорее всего, не сможете на основании логических несостыковых противоречий и тому подобного уличить его в том, что не высказываемые им идеи не соответствуют действительности. Род – это общность людей, объединенной одной кровью, одними территориальными проживаниями, в котором царило всю жизнь справедливое отношение к ближнему. Вот это желание жить по этим принципам, она внутри сидит, ее нельзя выковырять. Ее можно убить, только забрав у человека жизнь. Поэтому идеология была СССР, совода, совесть, равенство. Как правило, паранояльный бред – это бред изобретательства, реформаторства, бред ущемленных прав. То есть эти процессы, которые справились, они, которые, я и закладывал смысл этих глубинных процессов, и тогда просыпается в человеке и в государстве просыпается та сила, которая была присуща к нашим предкам. Понимаете, ну невозможно, то есть мы в России, в Руси вообще воюют тысячелетия. И нельзя вспомнить ни одного века, года, полвека, что мы где-то с кем-то не воевали. Мы, бельмо, на глазу, нам досталась Богом данная территория богатейшая. Ну, то есть нам говорят, что Крым присоединился к России, потому что он наш, потому что мы там, ну, потому что мы крутые, и все. Мы вот такие вот взяли, обруски спасли. Вред какой-то, да, вот этот вот чушь полная. Потому что на Донбассе такого не произошло, значит, это было сделано не поэтому. А почему это было сделано? Ну, я вам могу сказать, почему. Потому что это должно быть новое место жительства. Израиль. Вот. Они просили его во время войны, еще Сталин он их не дал. А теперь Путин дал им разрешение переселяться в Россию. Они у него спрашивали, было видео конкретное, сказали, вот нас там давят, гнобят. Он говорит, ну, как же, приезжайте к нам. Я вас умоляю, татары, это их там. Татары не решали? Да, татары, это да. То есть местное население будет, ну, как по их плану, это самое, да? А сюда, как бы, да, этих товарищей. Паранояльные пациенты крайне заряжены своей идеей. Идея сама высказывается крайне эффективно, эмоционально. Больные преподносят свою идею, несут ее как знамя. Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три. Ура! 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 Практически рассказываю то есть каждому человеку, с которым он приходится общаться. Больные заряжены энергией. Даже физически неприятно находиться рядом с пациентом, потому что чувствуешь, что на тебя просто двигается каток с огромным транспарантом, на котором написан, как лозунг, это вот самая идея, которую он продвигает. Будь то изобретение чудесного препарата или аппарата, который исцеляет всех вокруг, будь то ущемление прав счетной палаты Российской Федерации или еще кем-нибудь. Но, тем не менее, это всегда массивный, интенсивный психический напор со стороны пациента. Я очень рассчитываю на то, что вот все, что произведено, все эти кадровые перемещения, они не должны быть формальными. Мы должны, еще раз повторю это, максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения главной задачи. Успешные работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. У тебя может быть соседом сатана? Ты можешь заключить договор с сатаной? Ярости благородные, презрение к смерти и готовность отдать свою жизнь за своего товарища, это только нам присуще. Только у нашего народа могла родиться известная поговорка «на миру и смерть красна». Как это так? Смерть – это что такое? Это ужас? Нет. Оказывается, на миру и смерть красна. Что такое «на миру»? Это значит смерть за други своя, за свой народ, говоря современным языком, за отечество. Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн, и даже самопожертвование в мирное время. Человеком можно жить, если голову ватой обернуть. Но где взять столько ваты? Да и вата дрянь. Понянем друг друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миссия Украины – убить как можно больше русских. Это что такое? Это фейк. Один из телеграм-каналов выяснил, что 5 ноября этого года российские военные атаковали беспилотником-шахедом жилой дом в Белгороде. В результате два человека получили ранения. Взрывом повреждены 40 квартир и 24 автомобиля. Есть видеозапись с камеры, установленной над подъездом дома напротив. На кадрах можно заметить силуэт беспилотника, напоминающий иранскую модель шахед, которую используют российские военные. Что именно стало причиной его попадания в дом, неизвестно. На другом видео в небе заметно черное облако, возникшее из-за работы ПВО. Беспилотник могли пытаться сбить над Белгородом. Версию с попаданием российского беспилотника также подтверждают сообщения о массовом пролете шахедов по направлению к Харькову в момент взрыва. Траектория полета, попавшего в дом беспилотника, также совпадает с направлением в сторону Украины. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать. Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что во время визита в Киев начал утро понедельника, 11 ноября, в укрытии. Начинаю свой день в Киеве, в укрытии, поскольку Россия наносит очередной ракетный удар, написал он в твиттере. Боррель отметил, что это ежедневная реальность для украинского народа с начала полномасштабного вторжения России. В 6 часов утра объявили воздушную тревогу из-за взлета российских МИГов и угрозы пусков крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря. Тревога продолжалась до 9.00. Ночью противовоздушная оборона в Киеве обнаружила и обезвредила различными способами до десятка российских беспилотников. Воздушная тревога в столице, связанная с угрозой БПЛА, продолжалась 4,5 часа. Боррель прибыл с визитом в Киев. Это уже пятый его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России и последней на посту главного дипломата Евросоюза. По его словам, европейцы будут продолжать поддерживать Украину настолько, насколько смогут, при любой позиции новой администрации Белого дома. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Противотанковые ежи и рвы, участки для минных полей, планы подрыва мостов. Польша строит восточный щит, то есть оборонительную линию на границе с Белоруссией и Россией стоимостью более 2,5 миллиардов долларов. Не мы на них нападали. Не мы. На самых опасных участках фортификационные сооружения будут построены до 100 километров вглубь. Варшава также готовится к продолжению гибридных атак с использованием мигрантов. Внесены поправки в законодательство, которые дают право военным при защите границы применять оружие даже в мирное время. Правительство также намерено прекратить принимать заявления о предоставлении убежища от лиц, которые пересекли границу нелегально. Представляете, кошмар. Польша укрепляет границу с Белоруссией на случай новых гибридных атак с использованием мигрантов, а также для защиты от потенциального полномасштабного вторжения. Польские военные продемонстрировали меры безопасности, которые Варшава ввела после начала миграционного кризиса, начавшегося три года назад. В июле СЕИМ принял закон, разрешающий военным и пограничникам применять оружие в мирное время в случае угрозы жизни. Это выполнение боевой задачи в мирное время. Везде, где у солдата есть оружие, боеприпасы и разрешение на применение оружия – это боевые действия. Поэтому всё, что мы делаем, мы делаем с должной тщательностью. Мы делаем это очень точно. Мы концентрируемся в первую очередь на том, что мы делаем. Мы обучаемся, а затем переводим это в реальные действия непосредственно по охране государственной границы. Новая операция по обеспечению безопасности в северо-восточном регионе Польши проводится с августа этого года и продлится до 31 января 2025 года. В помощь пограничникам направлены 17 тысяч солдат. С начала года пограничники зафиксировали 29 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, в том числе 16 тысяч в октябре. В связи с миграционным кризисом со 2 сентября в 183 населённых пунктах Польши введено чрезвычайное положение. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Четыре позиции я сейчас покажу, карту привёз. Никто здесь не говорит о приостановке права на убежище. Это неправда. Мы говорим о непринятии заявлений о предоставлении убежища от людей, которые в организованных Лукашенко группах незаконно пересекают границу. А что касается белорусов, то не было ни одного случая, когда белорусская оппозиция пыталась бы нелегально пересечь польско-белорусскую границу в группах, организованных Лукашенко. Польша готовится к обороне не только от гибридных атак, но и от полномасштабного вторжения. Варшава ускорила реализацию проекта «Восточный щит» по созданию линии укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Строительство началось в ноябре этого года, а не в следующем году, как планировалось изначально. Линия обороны начинается со стены с колючей проволокой, затем идет противотанковый ров, за которым расположена первая линия противотанковых заграждений. За ними зарезервируют участки для минных полей. Начальник генштаба польских вооруженных сил генерал Веслов Кукула заявил, что минирование границы произойдет только в случае, когда «мы будем уверены в неизбежности войны». Линия обороны включает также оборудованные огневые позиции, включая бункеры, а также убежища для гражданских лиц. Проект «Восточный щит» предусматривает углубление миллиардативных каналов и обочин дорог с целью превращения их в противотанковые рвы. На случай войны запланированы подрывы мостов. На самых опасных участках оборонительные сооружения будут построены вглубь до 100 километров от границы, говорит начальник польского генштаба. Стоимость «Восточного щита» более 2,5 миллиардов долларов. Ожидается, что реализация проекта займет 4 года. Предусмотрено строительство соответствующих систем разведки и обнаружение угроз, передовых баз, логистических узлов, складов и развертывание систем защиты от беспилотников. Польский «Восточный щит» станет продолжением Балтийской линии обороны, к созданию которой приступает Литва, Латвия и Эстония. Эстония построит на границе с Россией 600 бункеров. Латвия потратит более 300 миллионов евро на укрепление рубежей. Литва – 600 миллионов евро. Мы ни на кого не нападаем. Премьер-министр Польши Дональд Туск ждет от Соединенных Штатов декларации о прекращении огня в Украине и гарантиях безопасности для Киева. Политик рассказал, что, вероятно, Соединенные Штаты настроены сокращать свое участие в помощи Украине. Однако, польский премьер считает, что никакие решения по войне в Украине не должны приниматься не только без участия самой Украины, но и без участия Польши. Страна также граничит с Россией и опасается в случае заморозки конфликта стать следующей жертвой российского вторжения. Вне зависимости от результатов американских выборов, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы, заявил Туск. Цель – как можно сильнее ослабить Россию. Субтитры создавал DimaTorzok